программист создал утилиту для управления компьютером жестами теперь вам не нужна мышь или клавиатура для работы достаточно просто взмахнуть рукой утилита получила название monitas код программы был опубликован на github так что все желающие могут ознакомиться с ним и использовать утилиту на своих компьютерах но как же работает эта технология очень просто искусственный интеллект отслеживать жесты рук через веб-камеру преобразовывает их в команды и передает приложению таким образом monitas позволяет управлять окнами на компьютере с помощью жестов это может быть особенно удобно для людей с ограниченными возможностями которые не могут использовать мышь или клавиатуру конечно существуют и другие подобные технологии но monitas выделяется своей простотой и удобством использования теперь вы можете легко переключаться между окнами увеличивать или уменьшать размер окна и многое другое с помощью жестов рук энтузиаст известны под ником хак манс разработал игру в стиле диско или зим который называется тейлсов сын но что делает эту игру особенной оказывается за практически весь визуальный стиль в тейлсов сын отвечает нейросеть стейбл диффьюжен это означает что задние фоны дизайн персонажей и даже интерфейс игры были сгенерированы нейросетью кроме того за диалоги npc и сюжет игры отвечает чат gpt которая сгенерировала огромное количество текстов и позволило реализовать глубокую ролевую систему разговоров это дает возможность игрокам взаимодействовать со всеми персонажами игры и выбирать свой путь по ходу игры и самое интересное игра тейлсов сын разрабатывается одним разработчиком это доказывает что теперь каждый может создавать свои собственные игры используя современные технологии и нейросети компания guanjo airspace technology представила новый прототип летающего автомобиля в китае новинка выглядит как классический автомобиль напоминающий американский хаммер но с четырьмя пропеллерами который и поднимает его в воздух хотя устойчивость воздухе пока не совершенно новинка уже способна летать однако на данный момент пропеллеры очень сильно шумят что является недостатком разработки разработчики еще многое должны сделать для того чтобы летающий автомобиль стал максимально комфортным и безопасным для использования несмотря на это за два года новинка совершила уже более трех тысяч пробных вылетов что является довольно внушительным результатом серийное производство летающего автомобиля запланировано на 2024 год а производитель обещает установить доступную цену на свой продукт обещает вас то Продолжение следует...